Не повышение пенсионного возраста! Руки прочь от наших пенсий! Не повышение пенсионного возраста! Руки прочь от наших пенсий! Внимательную повестку дня не только лозунг отставки правительства, но и недоверие президенту, который инициировал эту реформу, президенту Путину. Путину не доверяем! Путину не доверяем! Единая Россия! Позор России! Единая Россия! Позор России! С тех пор, пока эта позорная пенсионная реформа не будет отменена полностью и безоговорочно! Согласны? Да! Если же власть не услышит наши требования, мы будем добиваться отставки правительства, распуска, госдомы, запрета антинародной партии Единая Россия и импичмента президенту Путину! Согласны? Да! И мы сегодня говорим Путину, Медведеву и прочим господам, которые инициировали эту позорную, пенсионную реформу, мы говорим, руки прочь от наших пенсий! Руки прочь от наших пенсий! Дорогие друзья, на самом деле сейчас здесь работает свободный микрофон, кто хочет высказаться, тут есть люди из наших регионов, дорогие наши товарищи, приехали из Ярославля, из Калуги, из Тулы, из Воронежа, кто хочет высказаться, подходите! Прекрасный момент, пожалуйста! Низкие пенсии, зарплаты, плохое медицинское обслуживание, плохое образование, повышать пенсионный возраст, это обрекать людей умирать на рабочих местах, это, по сути дела, геноцид! И мы считаем, что эта реформа направлена против интересов народа, это дьявольство, позорная реформа, и мы сегодня собрались здесь, потому что она болела, накипела, Единая Россия нас игнорирует, и мы должны сегодня наращивать массовый протест с требованием только одним, отменить эту позорную пенсионную рекорд. Нельзя сегодня позволить ограбить все население, нельзя сегодня позволить обнять наши базовые социальные права. Пенсионный возраст – это базовое право. Если Путин хочет сэкономить 300 миллиардов в год, пусть вызовет Абрамовича, Виксельберга, Бридмана, Ерипаску, Усманова и прочих, пусть они скинутся для народа. Вот это будет правильно. Ограбить народ нельзя. Наш день сегодня, наш город, и мы говорим, пенсионная реформа – это геноцид! Пенсионная реформа – это геноцид! Пенсионная реформа – это геноцид! Красная армия – марш, марш, вперед! Рев военцовет нас в бой зовет Дверься с дагидом британских морей. Красная армия всех сильней, так будь же красная, Сжимает властно, вошли к мозоли, встай рукой. И все должны мы, неудившимо, идти в последний смертный бой. Собрание, выборы городской тюрьмы, выборы муниципального органа, местного глава. Любые выборы, я вас уверяю, если мы так от людей сможем нанести, по 9 сентября, до людей, Единая Россия на этих выборах может провалиться. Это будет такой удар по ним, что они могут не оправиться. Ну, это уже их проблемы, мы останавливаться не будем. Мы будем только наращивать наш протест. И все, кто пока в стране, давайте объединяться, давайте действовать в одной команде, а не растаскивать этот протест по разным углам. Конечно же, все, и все, и все, и все, и все. Еще одна главная вопрос. Вот у меня сложилось впечатление, кто-то выступает искренне, а кто-то, ну скажем так, кому война, кому мать родная, самопиар. То есть кандидаты, депутаты, вам не кажется, что некоторые люди просто прицепились к теме и сплотились? Вы понимаете, всегда, всегда, в любые времена, главный двигатель протеста – это народ. Никакой пиар невозможен, если здесь нету десятка тысяч. Если бы здесь собралось сто человек, и пиарится бессмысленно. Если здесь десятки тысяч, ничего страшного. Пусть кто-то пропиарится, люди на самом деле видят, кто делает дела, кто только красуется на фоне знамен. Народ разберется. Я бы из этого не делал проблему, а прилипал, и конъюнктурщики есть всегда. Но я только вчера в книге написал, Поколовская, Железняк, Милонов, идите на обитель, на проспетах. Если вы против реформы, почему вы боитесь этого сделать? Будьте с народом. Единая Россия – это партия умирающих. Это партия позорная. Уходите оттуда, пока не поздно. И я думаю, сегодня их еще не было здесь, а к сентябрю придут и они. Ну пусть приходят, и им найдется место. Поэтому мы сегодня никого не должны отталкивать. Но на первом плане, я думаю, будут те люди, которые делают реальное дело. Сергей, здравствуйте. Через Кое-Радио. Согласитесь, что пенсионная реформа нужна. В каком виде она должна, по-вашему, произойти? Пенсионная реформа нужна в том виде, что деньги, недостающие на то, чтобы выплачивать пенсионерам достойную пенсию, в те сроки, которые положены. Эти деньги надо найти не в карманах наших граждан, которые и так живут бедно, которые и так выживают, особенно в регионах. Эти деньги надо найти в других источниках. Надо найти их у олигархов, у богатой части общества. Через прогрессивное налогообложение, которое в России отсутствует. Через реформу пенсионной системы, чтобы пенсионный фонд, те, кто больше зарабатывает, больше отчисляли, а сегодня этого нет. Есть предел, после которого перестают отчисляться средства. То есть, если ты миллиардер, ты, получается, платишь меньше, чем обычный работяк. Это ненормальная система. Надо, наконец, наводить порядок в нашей сфере использования природных ресурсов. Почему за счет них паразитируют частные лица? Почему менеджеры госкорпорации получают миллионные бонусы и премии чуть ли не ежедневно, когда люди копейки считают от пенсии до пенсии, от зарплаты до зарплаты? Вот о чем надо говорить. Правительство и Путин не там ищут эти 300 миллиардов рублей в год, которые нужны для пенсионной реформы. Не там ищут. И они доиграются. Поэтому мы считаем, что сама суть этой пенсионной реформы антинародная. Эти деньги, в России есть деньги. Сейчас опять хорошая цена на нефть. В бюджете есть ресурсы. Почему надо грабить пенсионеров? Почему надо грабить простых граждан? У каждого, если будет повышен пенсионный возраст на 5, для мужчин и на 8 лет для женщин, у каждого украдут постепенно больше миллиона рублей. Это для гражданина России огромные деньги. Мы не олигархи. Мы не представители крупного бизнеса. Для нас миллионы рублей – это целое состояние. И это грабеж в особо крупном размере. Поэтому нынешняя пенсионная реформа антисоциальна по своей природе. И я считаю, все прогрессивные политические силы, общественные организации, профсоюзы и обычные граждане сегодня должны ей противодействовать. Мирными, но массовыми методами. Вот как сегодня, думаю, к осени, если власть не остановится, не отступит назад, будут проходить по много раз больше людей. Решать проблемы пенсионеров надо сегодня не путем повышения пенсионного возраста. В России низкий уровень жизни. В России продолжительность жизни не составляет тех цифр, которые нам говорит власть. Нас обманывают. Власть любит ссылаться на Европу, когда им удобно. Но в Европе, во-первых, при повышении пенсионного возраста были массовые протесты. Там тоже очень многие этим недовольны. Это отступление от тех социальных завоеваний, которые были в 60-е годы, 70-е годы, 20-го века. И этим нечего восторгаться. Многие представители европейской оппозиции резко против были. И сейчас продолжают протестовать. И плюс ко всему, в Европе зарплаты, пенсии, социальные гарантии не сопоставимы с Россией. Когда сегодня наша власть ссылается на Европу, это выглядит как издевательство, как цинизм, как просто плевок в лицо простым нашим гражданам. Поэтому не там они ищут деньги на пенсионную реформу. И люди это видят, и люди это возмущают. Будет продолжаться продавливание этой реформы. Я уверен, осенью выйдет реально миллионы. И наш референдум пройдет уже тогда на улицах. И мы будем говорить тогда не об отмене пенсионной реформы, а о полной смене власти. Курсы развития страны. Мы увезли для процветания России. Левые силы должны быть и власти проводить специалистический курс в интересах большинства. А интересы богатых, интересы олигархов, пусть они сами отстаивают. Они и так не пропадут. Вот и все. Сергей Священович, добрый день. Сетевой звезды на Су-Дивижн. Меня зовут Иван Горб. Скажите, пожалуйста, поддержите ли вы митинг завтра, 29 числа, и будете ли вы на нем присутствовать? Я считаю, что сегодня надо все силы сплачивать в один кулак. И пока то, что происходит разная акция, это не очень хорошо. Сегодня десятки тысяч есть на проспекте Сахарова. Если бы присоединились представители тоже либертарианской факты, того же Яблок, тех же других либеральных организаций, если бы было бы еще больше людей, почему этого пока не происходит? Надо это преодолевать. Завтрашняя акция, я ее приветствую. Пусть она проходит. Как говорится, все цветы пусть сегодня цветут. Но в осени надо думать над единой коалицией, чтобы реально были миллионы на улице. Столько это остановит эту дьявольскую эпоху. Я просто в прямом эфире обращаюсь к представителям всех оппозиционных сил, к либеральным политикам. Преодолейте амбиции, преодолейте какие-то разногласия. Будьте сегодня вместе со всеми. Не стойте в стороне. Это будет самое правильное и самое лучшее, что вы можете сделать. Скажите, вы предварительно довольны итогами сегодняшнего митинга, количеством людей и вообще атмосферой, которая сегодня вот здесь, в общем-то, присутствует? Уже когда 18 июля на задворке в этот гайд-парк в лес к Белкам и Дроздам пришли тысяч десять народов, я был уверен, что на проспект Сахарова придет в несколько раз больше. И я не ошибся. Ведь сегодня я смотрел с трибуны, все запомнил. Похоже на митинги одиннадцатого, двенадцатого годного балла. Может быть, пятьдесят тысяч, может быть, шестьдесят. Я не буду сейчас оценивать, там посчитают, что скажут. Сотрудники полиции даже перестали пускать людей. Да. Полиция, конечно, скажет, что было десять тысяч, я не сомневаюсь. Но мы-то знаем, что нужно умножать минимум пять раз. Поэтому я считаю, что сегодня достойный результат. Народ себя показал. Я знаю, в десятках городов сегодня такие же митинги. По совокупности, я думаю, минимум миллион человек на улице вышел. Он может быть и будет. И это серьезнейший сигнал для Путина. Путину пора определять. Он задумался. Пора из раздумий выходить. Найти 300 миллиардов рублей в год – это цена пенсионной реформы. Можно в других источниках, а не играться с огнем. Не играться с народом. Возмущение нарастает. Я вас уверяю, если к сентябрю ничего не изменится, будут миллионы на улице. И будет тот самый барж миллионов, о котором я говорю еще с 12 лет. Спасибо большое за внимание. Вы могли бы подумать, чтобы поддержку этих требований осенью организовать, хотя бы предупредительную забастовку на своих предприятиях ненадолго прекратить работу в поддержку наших политических требований. Как бы это сложно не было, но такую задачу надо ставить. Пусть пока на это смогут решиться отдельные предприятия, но надо эту идею пропагандировать. И синтез уличного протеста и забастовочного движения может дать невероятный эффект и заставить власти отступить, а может быть и вообще уйти с политической сцены. Потому что России нужны перемены, нужна политика в интересах простого человека. В интересах того, кто трудится, а не в интересах того, кто украл, распилил бюджет и паразитирует на нашей России матушку. Вот это надо пресекать. И я думаю, что наш протест только будет нарастать, не стойте в стороне. И к осени плевайте среди сопротивления. Сегодня в регионах люди практически лишены возможности видеть достоверную информацию, так как МИД все замалчивает. И я сама сталкивалась с тем, что пропаганда действует. Сегодня многие люди уже говорят о том, что если мы не примем пенсионную реформу, страна рухнет. У Путина нет другого выхода. То есть мы наблюдаем, что пропаганда работает. Какой выход вы предлагаете и как вы вообще оцениваете эту ситуацию? Вы знаете, при всех сложностях, при всей пропаганде, которую использует власть, если у нас на улицах уже десятки тысяч, как сегодня, уверяю вас, замолчать это не получится. Через интернет, через социальные сети мы сейчас просто обязаны вести информационное наступление. И очень многие отслеживают, очень многие эту информацию получают. И вот сегодняшняя акция, я думаю, по России вышли миллионы сегодня. Это будет сильнейший информационный импульс. И сотни, тысячи, десятки тысяч людей вольются в ряды и Левого фронта, и КПРФ, и других наших близких союзных организаций. Поэтому власть блокирует информацию, мы должны ее прорывать. Записывайте ролики, делайте фотографии, делайте тексты, распространяйте информацию о протестных акциях в вашем регионе. Это должно быть заполнено весь интернет, нашей информацией. Тогда, я думаю, у власти не будет шанса и дальше дурить людям голодчиком. Спасибо. Спасибо вам.